Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дорогой уголь, страхование имущества, приют для бродячих животных. Об этом и многом другом говорил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Городончальник провел традиционную отчетную встречу с жителями Октябрьского района. Жуткая зловония и плесень в квартирах и агрессивные хозяева. С чем еще столкнулись карагандинские полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия под учетник. Карагандинский спортсмен Шавкат Рахмонов – первый чемпион мира по ММА из Казахстана. Во втором раунде супербоя против грузинского бойца удушающим приемом Шавкат заставил соперника сдаться. Аким Караганды рассказал, от чего дорожает уголь, посоветовал горожанам страховать свое имущество, а также высказался об открытии приюта для бездомных животных. Городоначальник шахтерской столицы Нурлан Аубакиров провел отчетную встречу с жителями Октябрьского района Караганды. В 2017 году динамично развивался реальный сектор экономики Караганды, где свою деятельность осуществляют около 1300 предприятий с численностью работающих около 40 тысяч человек. Объем промышленного производства составил более 300 миллиардов тенге. С результатов экономического роста начал свой отчет Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Он отметил, что для обеспечения положительной динамики в промышленности активно ведется работа по охвату предприятий мерами государственной поддержки за счет реализации проектов карты индустриализации. С начала реализации индустриальной инновационной политики в городе реализовано 28 проектов с сложением инвестиций на 82 миллиарда тенге, где на сегодняшний день объем производства составил 61,8 миллиарда тенге или 125% к аналогичному показателю 2016 года. На это повлиял запуск новых знаковых производств пищевой промышленности ТО «Сарарканам Караганда» с объемом выпуска 7,6 тысяч тонн хлебобулочной продукции, новая линия ТО корпорации «Карагандинам», где произведено 6,5 тысяч тонн макаронной продукции, что в пять раз превышает показатель прошлого года. Исходя из доклада, в целом Караганда достигла неплохих показателей в экономическом развитии. Городоначальник рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, развитии рынка труда, инфраструктуры города. Однако присутствующие карагандинцы озабочены другими, более проблемными вопросами. Дорогой уголь. Этот вопрос затронула жительница поселка Шахтерский. В Караганде 20 тысяч хороший уголь тонн. Это как огонь. Это почему так? И никто опять, вот мы кучей поговорили, поругались, поматерились мужики, и на этом опять сидим и молчим. Скажите, что делать? В этом году мы завершили работу, связанную с М8, для того, чтобы, соответственно, у нас появились возможности подключить, в том числе, ваш микрорайон, к центральному отоплению. В этом году выделены деньги с бюджета на разработку проекта сметной документации от М8 строительства до ваших домов. И это уже реальное воплощение того вопроса. То есть его за один день никто не сделает. То есть до этого и на всех отчетных встречах вам говорили, что нет технической возможности подключить шахтерский поселок. Вот я вам ответственно заявляю, сегодня такая возможность есть. Обращались к Акиму и с просьбой о помощи. В частности, пенсионер, дом которого недавно сгорел, просил помочь с жильем. Нурлан Аубакиров обещал содействовать, но заострил внимание на общую проблему с пожарами в жилых секторах. Он также посоветовал карагандинцам страховать свое имущество, чтобы не остаться совсем ни с чем. А каждому человеку помочь в такой ситуации, где частный дом, и не дай бог, такая горе случилась, мы не можем. Поэтому я призываю, имея частные дома, это небольшие деньги, страхуйте. Страхуйте свое имущество на случай вот таких ЧАЭСов. Тогда у вас вопросов не возникает. Посетили отчетную встречу и местные защитники животных. Речь шла об открытии городского приюта для бездомных кошек и собак. Аким заявил, что имеет четкую позицию по этому вопросу. То есть, вы просто здесь нужны две стороны. С одной стороны, говорят, надо любить животных, давайте их создавайте приют и содержите. Но опять же, что такое содержать приют? Содержать приют – это государственные деньги, бюджетные деньги, которые все здесь платят налоги. А мы должны содержать то, что кто-то когда-то неправильно сделал, мы должны деньги туда направлять. А согласны ли наши жители это делать? Градоначальник также рассказал о работе по улучшению караганды, которая запланирована на нынешний год. Это не последняя отчетная встреча Нурлана Аубакирова. 14 февраля Аким Караганды в здании городской администрации вновь встретятся с горожанами. Принять участие во встрече могут все желающие. Андрей Тенгер, Жан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Два сотрудника прокуратуры при Озерске задержаны при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. Сотрудниками Департамента внутренних расследований при получении взятки в размере 1000 долларов США задержаны с поличным прокурор города Приозерск Карагандинской области и старший прокурор военной прокуратуры Приозерского гарнизона. Денежные средства вымогались у гражданина за прекращение уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы-Екатеринбург, в котором один человек погиб, 10 пострадали. 11 февраля вечером 33-летний водитель автомашины «Мерседес Бенц», по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной БМВ. После чего автомашина «Ниссан», ехавшая сзади, совершила столкновение с одной из машин. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний пассажир автомашины БМВ, женщина, от полочных травм скончался на месте. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия обратились в медицинское учреждение. По данному факту на сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначено соответствующей экспертизой. Карагандинские стражи порядка встретились с подучетниками. Сотрудники Октябрьского отдела полиции провели рейд, в ходе которого ознакомились с жилищно-бытовыми условиями граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел. Сотрудники Октябрьского отдела полиции осматривают квартиру одного из подучетных лиц. В непригодных для жилья условиях обитает пара, которую решили родительских прав. Бутылки из-под спиртного, бардак и полная антисанитария говорят о том, что ни один из них не собирается вставать на путь исправления. Обход десятков подобных жилищ проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подучетник». Данное мероприятие нацелено на улучшение криминогенной обстановки в регионе и профилактику рецидивных преступлений. Во время обхода участковые проверяют условия проживания подучетных лиц, а также интересуются их трудоустройством и занятостью. В целях профилактики в данном ОПМ проверяем подучетные лица, по адресам проходимся, по их местожительству. Некоторых вызываем к себе в опорную компанию, где проводятся с ними профилактические беседы. По Октябрьскому району состоят на профилактическом учете более 800 человек. Из них 100 человек, более 100 человек, состоят у меня на административном участке, как лиц, состоящий по разным категориям учета. Помимо сотрудников полиции, при обходе подучетных лиц присутствовали и представители Центра социально-правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс». Открытие новой по структуре организации продиктовано необходимостью создания единого реабилитационного пространства для детей и подростков, столкнувшихся с трудностями. Данное учреждение помогает подросткам, которые по разным причинам оказались в сложных жизненных ситуациях или в конфликте с законом. Специалисты Центра оказывают всестороннюю поддержку всем обратившимся за помощью. Поэтому наш Центр предоставляет услуги психолога, юриста, социального педагога. Также это досуговые мероприятия, шахматы, английский язык. Помимо этого мы проводим спортивные мероприятия, входим с детьми в театры, на концерты. На особом контроле сотрудников полиции числятся лица, недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Для ресоциализации данной категории граждан государством предусмотрены специальные центры помощи. В ходе рейда было установлено, что большая часть жителей, состоящих на учете, меняет взгляды на жизнь и берется за ум. Такой показатель является доказательством эффективности оперативно-профилактических мероприятий. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Рассказать истории воинов-афганцев посредством старых фотографий. Такую идею воплотили в жизнь карагандинские фотографы. В областном музее изобразительного искусства стартовала фото-выставка «Красный след». На открытии присутствовали ветераны Афганской войны, которые поведали студентам и школьникам о своей службе. Зал областного музея изобразительного искусства полон фотографий, каждая из которых несет в себе историю из 80-х. События и люди, запечатленные на снимках, остались в далеком прошлом. Десятилетия спустя ветераны Афганской войны выглядят иначе. Но в их глазах все еще можно разглядеть неизгладимый след военных лет. Талхат Хасенов – один из ветеранов, который по сей день вспоминает свои боевые операции и делится воспоминаниями с молодым поколением. Он уверен, молодежь должна воспитываться в духе патриотизма и помнить подвиги старшего поколения. Наглядным примером в рамках руконизма, исторических фактов, духовного просвещения детей, духовных ценностей, возродить это в глазах детей. Самое главное для нас важно, чтобы дети это увидели и услышали. Вот поэтому эта выставка организована в честь 29-й годовщины, и чтобы они наглядно провести урок мужества, чтобы они своими глазами все это увидели и пощупали, так сказать. И тронулись к истории 29-летней давности. Практически здесь все выставлено. Посмотреть на фотовыставку «Красный след» собрались как взрослые, так и дети. Организатор выставки волновал вопрос о том, стоит ли показывать юным карагандинцам фотографии военных лет. Ведь острота детского восприятия такова, что ранние впечатления могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. Однако рассказы школьников свидетельствуют о том, что данная выставка послужила для них вдохновением защищать свою родину, а также проявлять храбрость и мужество, когда этого требует время. Я Руслан Джамабеков пришел сюда, чтобы узнать лучше о воинах афганцев, которые победили. И в будущем хочу стать тоже воином, служить в армии, чтобы защищать нашу родину. Автором выставки является известный фотограф и режиссер-постановщик Даулет Абдрахманов. Автор надеялся рассказать о верности присяге и о солдатском братстве через магию черно-белых снимков. Оценить труд фотографа и окунуться в прошлое может любой желающий. Выставка продлится до 20 февраля. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстанские спортсмены Шавкат Рахмонов и Арман Ашимов одержали победу над соперниками на международном турнире по смешанным единоборствам. Бои состоялись 9 февраля в Санкт-Петербурге. А в минувший понедельник спортсмены дали пресс-конференцию карагандинским журналистам. Шавкат Рахмонов, Первый чемпион мира по ММА из Казахстана, двукратный вице-чемпион мира и чемпион Азии, должен был провести титульный поединок еще в прошлом году. Но в связи с травмой колена был вынужден взять паузу в спортивной карьере. Во втором раунде супербоя против грузинского бойца Ливана Солодовникова удушающим приемом треугольник он заставил соперника сдаться. Я был, конечно, радостным, что не подвел свою команду, свою сторону, свою семью. Всех старался за это. Всегда тренировался усердно. Полностью, можно сказать, выкладывался на 100%. Еще один казахстанский спортсмен Арман Ашимов провел блестящий бой за право стать временным чемпионом в наилегчающем весе против финского бойца Микаэля Силандера. Арман Ашимов тоже достаточно молодой боец в этой организации. Он со своим появлением, почему он перестал, выиграл в номинации «Прорыв-глубок». Он действительно стал открытельным на день глубок. Ему сразу через два года дали титул на бой. И во всех трех боях проведенных в этой организации он закончил достаточно нокаут. Это просто шикарный результат. Мы надеемся, что и поезд постоянный, и поезд чемпиона тоже он отстоит в следующем бою. Второй поединок казахстанского панчера против бразильского бойца Родриго Мелонио также закончился нокаутом. Теперь Арману Ашимову предстоит бой за объединение поясов против действующего чемпиона Александра Доскаличука, который из-за травмы выбыл из строя. К следующему бою готовится и Шавхат Рахмонов. За поезд чемпиона М1 «Глобал» он, возможно, встретится с действующим чемпионом Алексеем Кунченко. Ну а пока 12 и 13 февраля в Караганде Шавхат Рахмонов провел мастер-класс для юных спортсменов. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе, на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»